Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего ролика звучит так. Понятие истины и ответы на вопросы. Ну, как бы вроде разнородные темы или разнородные проблемы. Но, как я уже тут говорил и не раз, задача ответов на вопросы не в том, чтобы высказать свое мнение, потому что мнение можно высказать по любому вопросу, сколько угодно, и нет такого человека, который не имел бы мнения тоже по всякому вопросу, который он слышал, видел и так далее. Ну, а поскольку речь у нас идет все-таки о серьезных вещах, по серьезным вещам, и ответы на вопросы могут быть по каким? По тем вопросам, по которым можно ответить не в порядке мнения только, а в порядке знания. И ясное дело, что как бы человек не был разносторонне образованный, какие бы у него ученые степени ни были и звания, все равно он, так сказать, все охватить не может. И поэтому я вот с удовольствием читал многочисленные комментарии к тем роликам и разведопросам, которые вывешены с моим участием, благодаря вот команде Дмитрия Юрьевича Кучкова, вот, и повысил свою квалификацию, а ответить, конечно, я могу только на некоторые, на те вопросы, на которые ответ я не просто знаю, а ответ, чтобы был научный, то есть был ответ, который соответствует истине, а не потому, что у меня есть вот такое мнение. Это первое. И второе. Ну, отсюда следует, что, наверное, необходимо отдельно поговорить о вопросе истины, о понятии истины, потому что, ну, не все, может быть, знают точное определение истины, и вообще саму эту проблему истины, и не все к этому должным образом относятся. Если взять науку лойки Гегеля, этот фундаментальный труд великого немецкого философа, диалектика, он там говорит сейчас, говорит, утрачено вообще отношение к истине великой. Все, говорит, ну что, есть истина. Посмотрите, в самом предисловии к этому проявлению говорится, что истина, она не в почёте. И у нас сейчас такая же картина. Что у нас в почёте? Во-первых, мнение всякого рода. Вот мнение, особое мнение особенно. У меня вот, может быть, мнение и по химии, и по радионуклидной диагностике, и, может быть, у меня мнение по выращиванию риса, а также у меня мнение о географических открытиях, какие были сделаны в XIII веке и так далее. То есть мнение, это мнение, а знаний у меня гораздо меньше, и круг этих знаний, конечно, так широко не распространяется. Так вот сейчас, ну, самым шиком считается высказать особое мнение, ещё и особое. А даже на самом деле должно быть, хорошо бы, если бы нам дали бы, пусть не особое, а знание. А знание, оно одно, оно не может быть особым. Знание носит всеобщий характер, поскольку это знание. Знание предполагается, что это знание истинное, а не ложное знание. Это раз. Второе. Вот, говорят, мы сейчас проводим дилетантские чтения, у нас же журнал есть, вот эхо издаёт, дилетант. А кто такой дилетант? Дилетант – это тот человек, который в этом вопросе не разбирается. Давайте, говорит, соберём дилетантов, будем обсуждать, и вы присоединяйтесь к этому обсуждению. И вот, значит, одни дилетанты слушают других дилетантов, собираются и обсуждают, приходят к каким-то дилетантским выводам, и цена этим дилетантским выводам какая. Но если это дилетантские выводы, и люди сами знают, что они дилетанты, и говорят, и объявляют себя дилетантами, цена этим дилетантским выводам – грош. Но поскольку это вроде бы вещается и широко распространяется, то благодаря этому вещанию, распространению, дребезжанию и восклицанию цена этих самых дилетантских выводов повышается. Поэтому оставляем в стороне дилетантство, оставляем в стороне мнение, займёмся знанием. А знание – это знание истинное. А что такое истина? Есть очень старое философское определение истины – истина и соответствие понятия объекту. Если вы понятие имеете соответствующее объекту, значит это у вас истинное понятие, а если нет, то нет. Очень простое и понятное определение. Оно давно уже выработано в философии, и Кегель прежде всего на него опирается, поддерживает и говорит, вот истина – это соответствие понятия объекта. Но представим себе, что мы познали эту истину, мы отразили окружающий мир, действительность, мы можем это выразить в понятиях, но кроме отражения мира существует же действие человека, его преобразующая деятельность. Он преобразовывает природу, общество и самого себя. А это как выразить? И вот Кегель выработал другое понятие истины. Если у вас есть правильное понимание того, что вы хотите сделать, что вы хотите преобразовать, что вы хотите изменить, что вы хотите соорудить, что вы хотите собрать, сделать, сотворить. Если у вас есть творческое начало, и у вас есть идея, и эта идея состоит не в том, чтобы только отражать мир, а в том, чтобы его преобразовывать, тогда это уже идея другого рода. Это соответствие объекта идеи, то есть замыслу. Вот если вам удалось получить то, что вы собирались сделать, вам удалось построить самолёт, который вы задумали и который полетел, значит тогда ваша идея истинная. А если когда вы попробовали сделать самолёт в соответствии со всеми вашими замыслами, чертежами и намётками, он никуда не полетел и разбился, ну надо посмотреть. Он разбился, потому что при его создании были сделаны какие-то ошибки или сама идея не верна. Если идея не верна, если самолёт разбился из-за того, что идея неправильная, значит эта идея не истинная. Так что вот есть другой критерий – истина в смысле соответствия объекта понятию. В самом конце науки логики Гегель делает такое заключение об абсолютной идее. Абсолютная идея, она двусторонняя. С одной стороны, это идея добра, идея теоретическая, отражающая мир. Это вот соответствие предмету, идея соответствующая предмету. А есть идея практическая или идея добра. Вот эта идея практическая или идея добра – это идея преобразования мира. Ну, конечно, идея практическая, как идея преобразования мира, по сути дела, единая с идеей его отражения, она включает, потому что если вы не познали мир, вы не можете его преобразовывать. Или если вы в недостаточной степени познали мир, то вам не удастся его должным образом преобразовать. Вот почему идея практическая, она выше, чем идея теоретическая, и она включает в себя, собственно говоря, идею теоретическую. И вот единство идеи, теоретической идеи практической, даёт абсолютную идею. И вот этой абсолютной идеей заканчивается наука логики Гегеля. И тот, кто говорит, что мне трудно читать, трудно понимать, может залезть в конец, как вот читают детективы, в самый хвост науки логики Гегеля и посмотреть, что такое абсолютная идея. И там всё понятно написано, и всё очень просто объяснено, и если вам предыдущее не очень понятно, то, по крайней мере, этот конечный вывод прост, ясен и понятен, и захочется до него добраться последовательно, а не просто его получить вот так вот в раз. Поэтому, в отличие от детектива, здесь очень важно само движение к этому конечному выводу, потому что движение к конечному выводу есть его обоснование. Таким образом, истинное соответствие понятия объекту – это истина, которая отражает мир, это истина, которая относится к отражению мира, а есть истина в другом смысле, в созидательном смысле – это истина преобразующая, это истина, которая относится к творческой деятельности человека, общества или групп людей, классов и так далее. Вот такова концепция, теоретическая концепция истины Гегеля, и она выдержала испытания временем, подтверждена всеми всевозможными испытаниями, и я бы ещё хотел сказать, что истина по своей природе, в отличие от мнения, она одна, а это всеобщее знание. Истинное знание – это знание для всех, и одно, истина одна, не может быть два знания, или тебе истины одного и того же, может быть два человека, может быть сто человек, может быть тысяч человек, и они этой истины овладевают, они её добывают. Ну и как к этому делу относится современная буржуазная философия? Современная буржуазная философия, она в лобовую атаковать гегелевское понятие истины, и то понятие истины, которое от Гегеля перешло затем к Марксу и Энгельсу, которые взяли его на вооружение. Маркс и Энгельс разработали идеалектический материализм, сохранив этот критерий истины и усилив, потому что если у Гегеля есть понятие объективности, то для Маркса и Энгельса объективность означала материю, и поэтому то, что относилось к объективному миру в Гегелях, и то, что он считал тоже плодом идеи, абсолютной идеи и творческой деятельности этой идеи, Маркс и Энгельс объявили материи и стали считать материи, отбросив как ненужную предпосылку некой абсолютной идеи. А вот дальнейший ход, следовательно, он носит такой уже материалистический характер. Получился у Маркса и Энгельса диалектический материализм. Для этого надо было переставлять какие-то фигуры, какие-то категории, вот меня многие очень спрашивают, а вот не надо ли написать материалистическую диалектику, не надо ли переписать как-то науку логики Гегеля, я считаю, что вот Маркс вроде бы как собирался что-то делать, Маркс то, что собирался, то и сделал. Вот Маркс собирался сделать капитал, он его и написал, и сделал, и то, что он считал очень важным и нужным. Ну, в одном месте он говорит, что вот я бы, если нашлось когда-нибудь время таких работ, я бы вот в более простой, доступной простому человеческому рассудке форме изложил на двух печатных листах, ну, два печатных листа, это примерно 48 страниц, и то, что сделал Гегель, он же и мистифицировал. Но надо сказать, что ни Энгельс, ни Ленин ничего подобного не говорили никогда. Вот они говорили о том, что нужно перестать третировать Гегеля как дохлую собаку, и нужно вооружиться тем, что сделал Гегель, и не заниматься перетряхиванием и перепутыванием костей скелета, да ещё и, так сказать, мёртвых, если вы их начнёте отделять одно от другого. То есть, само выведение категории, которое есть у Гегеля, оно не может быть другим. Это выведение категории допускает другое истолкование, не идеалистическое, а материалистическое. Об этом прямо говорит Ленин. Возьмите, откройте его конспект науки-логики, это 29-й том полного собрания сочинений, там Ленин пишет, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. То есть, вот первая начальная вообще категория какая? Бытие. Она и звучит материалистически. Начинаем с бытия. С какого? С чистого. Почему с чистого? Ну, потому что мы ничего кроме того, что оно бытие, в самом начале ещё не успели сказать, и не можем ещё сказать. А вот если вы ещё что-то скажете, это уже не будет чистое бытие, это будет просто бытие. Некоторые товарищи говорят, во чём он не с ничто? Потому что если вы начнёте с ничто, то раз вы с него начинаете, то оно начало. А раз оно начало, то оно есть. А раз оно есть, то оно не ничто, а бытие. Поэтому все попытки какое-то другое начало установить ничто, я, например, Гегель говорит, давайте, говорит, вот вы про я всё знаете, давайте я поставим в начало. На самом деле вы ничего не знаете про то я, которое в начале. Раз оно в начале, о нём вы можете или успели сказать только то, что оно есть, и больше ничего. А вот поскольку вы про бытие, чистое бытие, ничего не можете сказать, кроме того, что оно есть, или кроме того, что оно есть, вы ничего не можете сказать, то вы и приходите к мысли о ничто. То есть, ничто – вторая категория, и попытки переставлять как-то категории, которые есть в философии, есть люди, которые говорят, надо всё переделать, но никто переделать не мог и перестроить не мог, а все попытки вытаскивать какие-то отдельные кирпичи из гегеровской системы, они к чему доброму привести не могут, потому что система, потому диалектическая она и система, что из неё нельзя вытаскивать какие-то звенья, потому что каждая следующая категория получается в результате снятия предыдущей, а снятие – это отрицание с удержанием, удерживается здесь. Я смотрел, вот иногда в субтитрах написано «отрицание содержания», это, видимо, я не очень чётко говорил, поэтому я подчёркиваю, отрицание с удержанием, с удерживанием того, что отрицается, и никакого другого отрицания в диалекте, кроме диалектического, нету. Вот поэтому скажем, что такое коммунизм? Коммунизм – это снятый капитализм, а что удерживается? Производительные силы удерживаются, и рабочие, и трудящиеся, и все достижения научные, культурные, промышленные и так далее, всё это удерживается. Поэтому, скажем, иногда поют интернационал, неправильно переводят, что весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. И как вы собираетесь строить свой новый мир, если вы всё разрушите? А какой правильный перевод? Поэтому, если люди понимают, что такое отрицание диалектическое, то это всегда снятие, не зряшное отрицание, не разбивание, не растаптывание, не уничтожение, не разбрызгивание и так далее, а это удержание всего того богатства, которое было создано человечеством за все годы своего существования и столетия своего существования. Вот почему этот ход движения от простого к сложному, он имеет вот такой ритм. Некоторые спрашивают, а что такое сложное нам понятно? Сложное – это сложное из простых, а простое что такое? Простое только относительно простое, вы же понимаете, что каждое простое тоже сложное из простых, поэтому это относительные понятия. Если вы берёте две категории, одна более развитая, другая менее развитая, то они соотносятся друг с другом как простое и сложное. Вот более развитая – это сложная, а менее развитая – это простая. Один товарищ очень тонко подметил, вот вы говорите, что развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, а вот он взял и привёл пример, что вот коса развитая, вот у девушки коса, и вот её распилили, она развилась. Да, этот пример говорит о том, что если вот взять чисто филологически, то, конечно, бывают такие вот случаи применения этих слов, что они не соответствуют содержанию категории. Что же касается философской категории развития, в отличие от обычного слова употребления, то философская категория развития означает движение низшего к высшему, простого к сложному. Надо сказать, что наши слушатели, зрители очень внимательные и говорят, вот вы говорили движение низшего к высшему, простого к сложному, а потом стали говорить движение от простого к сложному, а от низшего к высшему. Можно так сказать? Можно так сказать, но при одном условии, если имеется в виду именно движение низшего к высшему, а не то, что я иду от менее простого к более сложному и так далее. То есть, если я прохожу, какой-то третий двигается от простого к сложному, то нет, имеется в виду, что само простое развивается в сложное. Вот это, так сказать, то, что касается понятия. Вот таким образом обстоит дело. Что происходило в то время, когда люди, воспринявшие диалектику Гигеля, стали создавать диалектический материализм, который тоже раз навсегда, как диалектика раз навсегда. А дальше диалектический материализм применять к общественным явлениям. Общественное бытие определяет общественное сознание. Тоже, надо сказать, наши зрители и слушатели обратили внимание, что говорят, общественное бытие, вот написанное у Маркса, определяет сознание людей. Сознание людей – это не одного же человека, не одного индивидуума, поэтому это и есть общественное сознание. А что касается одного человека, товарищ сам додумался до того, что раньше написал Маркс в своей небольшой такой работе о Фейербахе, фрагменте, где он говорит, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть, отдельный человек не есть продукт бытия только. То есть, нельзя так думать, что я есть то, что я ем. Хотя, вот вы пойдёте в метро и найдёте там рекламу. Такая симпатичная девушка нарисована и написано, я есть я та, я то, что я пью. Ну, это здорово, они рекламируют. А человек есть продукт обстоятельства и воспитания. Кто? У меня родители. Как они на меня повлияли, как эти родственники. Как на меня повлияли друзья. Те люди, которых я встретил на жизненном пути. И человек может принадлежать капиталистическому классу, а служить рабочему классу, как Энгельс. Или, может быть, дворянином, как Ленин и Дзержинский, и тоже служить рабочему классу. А декабристы были, между прочим, по своему объективному положению, по положению в производстве, по бытию. Они были, меня спрашивают, что вы так вот, внимание, такое декабристам удивляете. Я думаю, что это такой выдающийся пример, когда целая плеяда представителей высшего класса, самых умных и самых прогрессивных, увидели дальнейшую перспективу развития человечества, выступили против крепостного права и пожертвовали жизнью своей, начав борьбу за освобождение от крепостного права, от крепостничества трудящихся крестьян. И они, собственно говоря, правосверстники новой эпохи буржуазной. Некоторые вот не уважают буржуазных революционеров. Взяли, например, и выкинули название набережной Робеспера с лёгкой руки нашего губернатора. Ну, чем он помешал вам Робеспер? У нас же сейчас буржуазная власть, вы же буржуазный губернатор. Зачем вы великих буржуазных революционеров выбрасываете, заменяете на какую-то там воскресенскую набережную? На том основании, что там была воскресенская церковь. Ну, и что, что там была воскресенская церковь? Никто не против воскресенской церкви. Зачем вы против Робеспера? Или там, скажем, есть у нас ещё Марата осталась улица. Ещё один буржуазный революционер. Не нравятся вам революционеры буржуазные? Ну, это же не пролетарские революционеры. Сейчас буржуазный строй. Ну, так вас славьте вы этого самого Марата. Наверное, мы тоже переименовали. Но как вот Дмитрий Юрьевич однажды заметил, что, наверное, не будут. Потому что раньше эта улица называлась Грязи. Ну, а Грязи как-то вот не совсем это сподручно называть. Вот так обстоит дело с развитием. Что происходило с теми людьми, которые не пошли за Гегелем, не стали изучать гегелевскую деятельность, отстранились от неё? Люди, наверное, те, которые особенно сейчас берутся изучать, все понимают, как это сложно. И вот одни представители буржуазной науки убоялись этой сложности. Их, наверное, большинство. А другие поняли, что дальше, если вы будете изучать Гегеля, то дальнейший путь уже стоит непосредственно вплотную, приближается к марксизму, к материализму. Потому что уже у Гегеля первый том называется «Объективная логика», а второй том – «Субъективная логика». Так издавался этот труд Гегеля при самом Гегеле, и Гегель в предисловии говорил, что так он устроен. К сожалению, после 1937-1939 годов, когда наука логики вышла в собрание сочинений Гегеля, это уже не выдерживалось. Просто три книжечки, три книжечки, или одна книжечка, а в ней просто три книжечки внутри, три книги. А как же деление на объективную логику и субъективную логику? Если взять вот то деление, которое сделал Гегель, то от него до материалистического столкования и столкования один шаг. И вот Гегельская теория истины, о которой я уже говорил, настолько глубока и сильна, и она действительно истинная теория, что с ней бороться очень трудно. Соответственно, и в связи с тем, что она перешла в теорию марксизма и марксизма-ленинизма, с этой теорией истины бороться очень сложно. Поэтому у нас вместо какой-нибудь другой истинной теории, такой всеобъемлющей и крупной, есть просто отрицание, скажем. Есть антикоммунизм. Но антикоммунизм, он же анти. Ну, на анти ничего не построишь. Точно так же, как антифашизм, это не коммунизм. Антифашисты, например, антифашистом можно назвать Рузвельта, можно Черчилля назвать. А что, они коммунисты были? Да ну что, Черчилль антикоммунист, но я думаю, Рузвель тоже антикоммунист. Ну, а вот меня там спрашивают товарищи дотошно по поводу вопроса о фашизме на экспорт. Как же вот вы говорите, что Россия борется с фашизмом? Ну, борется, это факт жизни. А так разве она же буржуазная, в ней же такие вот безобразия внутри есть. Так я тоже говорил об этих безобразиях. Много безобразий. Ну, факт, это надо факты, вещи упрямые. Если вдруг какая-то страна, в данном случае Россия, выступает против американского фашизма на экспорт, фактически, на деле, не объявляя об этом, не говоря, а просто. А вот, говорит, они выступают непоследственно, согласен. А вот зачем-то признали этого самого режима Порошенко. Это тоже я не понимаю, зачем признали. Я согласен. Почему? Да потому что во время выборов этого самого Порошенко людей преследовали, избивали, не давали вести выборную кампанию. Это никакая не выборная кампания. И вообще там был военный переворот. А раз там был военный переворот с иностранным участием, как можно вообще признавать итоги? А выборы – это уже результаты этого. Выборы под угрозами избиения и астракизма. Поэтому, конечно, строго говоря, не надо было признавать. Ну, вот признали. Ну, а на деле кто противостоит? Ну, кто помогает Донецкой и Луганской республике? Ну, Россия помогает. Чем помогает? Ну, чем может? Как чем? А кто помогает? А что значит Россия? А вот то, что из России добровольцы идут. Что, им запрещают? Преследует правительство России? Не преследует. Ну, добровольцы. Они везде есть. И во всех странах, во всех конфликтах участвуют. Так сказать, дикие гуси их называют. Ну, захотели и пошли. Как вы можете? Человек жизнью своей жертвует. Вы что будете? В него стрелять? Поэтому в России помогало и помогать будет. И фактически приходится говорить, и мы должны констатировать, что это борьба против американского фашизма на экспорт. Ну, говорит, а что вы взяли определение Димитрова? Я его взял, потому что оно истинное. А вы никакого другого истинного мне не найдёте? Один товарищ мне предложил взять определение Муссолиния. Интересный совет. А какой определение? Потому что другой товарищ говорит, давайте назовём фашизмом человека-ненавистничеством. Такого нет человека-ненавистничества. Они одних ненавидят, а своих очень любят. И себя очень любят. Нет просто человека-ненавистничества вообще. И вообще тут нет никаких чётких научных критерий, тем более материалистических. Или люди прочитали определение Димитрова, что фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. И говорят, так у нас же тоже финансовый капитал. Товарищи не очень понимают, что такое финансовый капитал. Да не банковский капитал, во-первых. А банковский сросшийся с промышленным. Настолько сросшийся, что банки уже управляют промышленностью по существу. Банки контролируют все потоки. Банки всё знают. На всё они влияют. И для этих банков, которые на всё влияют и всё контролируют, и которые, скажем, какой-нибудь крупный частный банк в Америке, больше, чем вся наша банковская система России. И вот эти банки, они чувствуют, что им вот эта выборная система только помеха. И у них есть тенденция такой выбросить всякие выборы, всю эту демократию, и банки напрямую будут всё решать. А вот решать всё напрямую – открытая диктатура. Говорят, ну так у нас тоже диктатура. А при социализме разве не диктатура? Да, конечно, диктатура. Ну, всякое государство – диктатура. Как-то странно, товарищи, делают такие открытия, которые разжёваны у Ленина и многократно повторены. Кстати, меня спрашивают, а нельзя ли, вот вы там прочитали 55 томов Ленина? Это долго. А хочется быстрее узнать? Ну, если хочется быстрее узнать, пожалуйста. Вот я приготовил такой сборник, он называется «Главное в ленинизме». Это результат такой большой работы, я сделал выжимку из полного собрания сочинений, где «Главное в ленинизме» сосредоточено, и это вы можете освоить за довольно короткий период. Более того, я тут недавно захожу в интернет, набираю «Главное в ленинизме» и вдруг обнаруживаю аудиокнигу «Главное в ленинизме». Включаю, нажимаю на ссылку, и женщина, женский голос машинный, читает книгу с начала до конца, а человек, который это сделал, которого я не знал, для меня это было большим удивлением, неожиданностью, этот человек поставил фильмы, в которых снят Ленин, кадры восстания, кадры революции, соответствующие фотографии, и вот такой, то есть можно вообще лежать на диване, ничего не читать и слушать аудиокнигу «Главное в ленинизме». Это для тех, кто любит «Анедлядь», всё быстрее, вот можно, быстрее, пожалуйста. И вы там можете убедиться в том, что разжёвано-пережёвано и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, что всякое государство – это диктатура. Более того, у Ленина разъяснено, почему всякое государство – диктатура, потому что диктатура определяется как власть, не ограничена никакими законами. А какими же законами ограничена господствующая власть, если она сама устанавливает закон? Она и не ограничена, а раз не ограничена, то она диктатура. Поэтому не может быть власти государственной, которой не была диктатурой. Поэтому либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Соответственно, этого не понимают, говорит Ленин. Тот либо безнадёжный идиот, либо политически настолько и неграмотен, что его не на трибуну, а на собрание пускать стыдно, и вот эту выдержку вы найдёте в сборнике «Главное в ленинизме». Я все эти сборники, все вот эти выдержки, все эти положения о диктатуре пролетариата, которые тщательно во всяких, так сказать, публикациях, во всяких, так сказать, различных работах при Хрущёве, Брежневе, Избегалич, я специально все их выложил, и вы их там найдёте. Они, конечно, есть в полном собрании сочинений Ленина, но действительно, это не так быстро можно прочитать. Но ничего страшного, если вам 20 лет, к 30 годам прочтёте. Если вам 30 лет, к 40 годам точно прочтёте. Вообще, хочу сказать, что я начал считать, а сколько нужно времени, чтобы прочитать, да не так-то уж и много. За неделю можно прочитать том, если вы больше ничего не читаете, ничем не занимаетесь. А у нас люди по 5 лет сидят в УЗИ или по 4 года, и они общество веды или общество еды, и они не прочитали за это время в Ленинское собрание сочинений. А там всего 45 томов, а в году всего 50 недель. То есть, 45 томов можно прочитать за год. Если вы освобождены, уже вас рабочие и крестьяне освободили, кормят, поют, одевают, а вы политолог, или вы социолог, или вы экономист, или вы юрист, и вы, а Ленин тоже был юрист, помощник присяжного поверенного и сдал экстренно отличные все экзамены в Санкт-Петербургский государственный институт. Читайте. Ну, это можно сделать. Но если вот всё-таки вы хотите быстрее, пожалуйста, главное в ленинизме. И когда мы обсуждаем, а многие, так сказать, товарищи, ну, как бы так уклончиво говорят, ну, вот сомнительно, зачем вы берёте такое определение? Ну, я беру это определение, потому что я знаю, что такое определение. Могу ещё раз повторить. Вот у Гегеля учение о бытии. Тогда вы, когда вы рассматриваете определённое наличное бытие или нечто, или некоторые спрашивают, а чем отличается нечто от наличного бытия? Да тем, что это усложнённое бытие, это определённое наличное бытие, наличное бытие с определённостью. И это не такое определённое наличное бытие, которое уже представлено как становление, а простое. Что значит простое? Оно ещё не представлено так, что одна сторона – это определение, а другая сторона – характер. Оно ещё представлено просто как единство бытия в себе и бытия для иного. Некоторых товарищей раздражают там чёрточки, когда пишут «бытие в себе» чёрточками, не отдельно, и когда пишут «бытие для иного». Вот некоторые говорят, надо иметь особый язык, философия не должна опираться только на обычный язык, она должна иметь свои категории. Да, вот иногда приходится прибегать к особому языку и к особым категориям, потому что бытие в себе надо понимать как один момент, а не как три – бытие в и себе. А бытие для иного, понимать, тоже не как три – бытие, да ещё для, да ещё иного, а тоже как один момент, потому что бытие в себе понимается как равенство с собой, бытие для иного как неравенство с собой, и единство бытия в себе, и бытие для иного. И вот Гегель даёт определение качества, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием есть определение. А в нём бытие – это вот такое в себе бытие, которое противостоит бытию для иного, т.е. оно с ним связано, соединено, а раз оно соединено с бытием для иного, оно выходит как бы вовне. И поэтому, что такое определение? Если говорить более простыми словами, я могу это изложить, но не вместо того, что написал Гегель, а в порядке истолкования того, что, растолкования того, что написал Гегель. Вы возьмите качество, одно, не 10 качеств, не мешок со всякими свойствами и признаками, как говорят, определение – это совокупность, признаки, это уже барахло, это чепуха. Качество – это всегда определение – это качество, одно, качество, которое есть в себе, т.е. сохраняется в изменениях, и находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. Т.е. качество, которое во всех изменениях сохраняется и проявляет себя вовне. Если вы коммунист, то вы коммунист не тогда, когда у власти коммунистическая партия, а тогда, когда она в оппозиции. Если вы коммунист, то это не значит, что вы имеете партбилет, его не выбросили, и прячете его под кроватью. А это значит, что вы и сейчас выступаете за интересы рабочего класса, за рабочий класс, и тогда вы себя проявляете как коммунист. И, между прочим, взносы уплачиваете как члены рабочей партии России. Некоторые спрашивают, расскажите подробнее, а что про него рассказывать? Вот взялись люди и сейчас служить рабочему классу, потому что он нуждается в своём политическом авангарде. Нет там первого секретаря. И все решения принимаются на собраниях и на заседаниях комитетов так, что при голосовании обеспечивается большинство голосующих рабочие. Чтобы партия была партией рабочего класса, не только в общем и целом, и по содержанию, но чтобы рабочие считали её своей. Поэтому есть основания у рабочей партии России звать в свои ряды рабочих. Не для того, чтобы они там были на задних рядах и на задних постах, где, скажем, у нас и рабочие есть, а для того, чтобы они чувствовали себя у себя дома, как в своей партии. И она действует на правах общественного объединения. Ещё раз. Вот определение. Поэтому, когда вы говорите, скажем, об определении фашизма, много вопросов по этому поводу, и я поэтому и группирую их. То что такое? Это открытая террористическая диктатура. Открытая. Что значит открытая? Это значит всякая власть диктатура. Не надо противопоставлять фашизму диктатуру. Потому что и фашизм диктатура, и не фашизм диктатура. Любая государственная власть диктатура. Разница только в том, что есть прикрытые голосованиями, выборами и всем прочим. Вот это вот демократическая власть, буржуазная демократия, есть диктатура буржуазии. А бывает советская демократия, есть советы, их выбирают по фабрикам и заводам. Или даже выбирают потом не по фабрикам и заводам, это уже не совсем советы. А хоть называются советы, их выбирают тоже по площадям и по улицам. Но а сущность всё равно какая? А сущность диктатура рабочего класса. Правда, если вы изберёте другую форму, может оказаться другая сущность. Но вот если у вас буржуазная демократия, она вам гарантированно даёт победу буржуазии. Всегда. Потому что при буржуазном строе, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, а люди голосуют на выборах в соответствии с своим сознанием, можно гарантировать победу буржуазии. Я вот могу сейчас уже поздравить российскую буржуазию с победой на ближайших выборах по выборам президента. Вот кого буржуазии поставят к кандидатам, тот и выиграет. Почему? Да потому что у неё в руках есть все рычаги для того, чтобы сознание общественное было буржуазным в своём большинстве. А меньшинство людей имеет паралитарское сознание. Меньшинство. И поэтому уповать на то, что через выборы можно прийти, может рабочий класс прийти в классе, смешно. И некоторые товарищи говорят, да не может так получиться тогда, так выходит, что только с помощью революции. Да, выходит только с помощью революции. Только не надо путать революцию с контрреволюцией, с переворотами и так далее. Потому что революция – это некое начало созидательное. Почему слово «революция» даже враги революции употребляют? Потому что это положительная такая категория. Положительная, потому что революция устанавливает более высокий общественный строй, который включает в себя все достижения предыдущего строя. А как выступать против более высокого? Трудно. Поэтому пытаются называть революцией всякого рода перевороты. Вроде там революция РОС, в которой победил гражданин Саакашвили, который является буржуанным деятелем до мозга костей. Или революция тюльпанов. Никакая там не революция. Одна группировка буржуазии сменила другую группировку. Или оранжевая революция. Оранжевая чем хороша? Те, что оранжевая видно сверху из космоса лучше всего. Поэтому берут и делают оранжевые какие-нибудь комбинезоны, оранжевые лодки и прочее, и прочее. Ну, какая там была революция на Украине? И контрреволюции там тоже не было. Контрреволюция – это переход к прежнему общественному стройку. Что, к феодализму перешли на Украине? Вы что, с ума сошли? Никакому феодализму на Украине не перешли. Поэтому нет там контрреволюции. Вот если бы там был социализм, то есть первая фаза коммунизма. Вот тогда да. Вот в России контрреволюция произошла. Начиная с 1961 года, когда на 22-м связи она отказалась от диктатуры. От диктатуры отказалась. А некоторые говорят, у нас тоже диктатура. Ну, отказалась от диктатуры, а пришла к другой диктатуре снова. Какой? Диктатура Буржуазии. Когда установилась у нас окончательно диктатура Буржуазии? Окончательно установилась она и экономически уже получила поддержку, подкрепление и основу уже в 90-х годах. А начался этот процесс. Начался этот процесс в 1961 году. Говорят, ну так когда у нас начался буржуазный строй? У нас был период перехода от коммунизма к капитализму. Этот период занял период с 1961 по 1990 год, 1991 год. Этот как называется период? Это период не капитализма и не коммунизма, а переходный период от коммунизма в первой фазе к капитализму. И некоторые товарищи, вот многие очень запутываются. Говорят, ну что вы называете Китай социалистическим? Ну что вы называете Кубу социалистическим? Почему вы называете Лаос социалистическим? Потому что социалистическая страна по определению. И это страна, в которой установлена диктатура пролетариата. Вот те страны, которые называются социалистическим, а именно Вьетнам. Социалистический, так и называется. Социалистическая республика Вьетнам. Или Народная, Китайская Народная Республика. У неё в программе партии стоит диктатура пролетариата. Или Лаосская Народная Немократическая Республика. Это тоже там установлена диктатура пролетариата. Кубинское государство, Куба. Там тоже диктатура пролетариата. То есть, все эти страны, где диктатура пролетариата установлена, называются социалистическими. Если страна социалистическая, это значит, что в ней, а, либо начался процесс строительства социализма. То есть, движение в экономике от капитализма к коммунизму. И это движение очень долгое. Вот в России оно заняло, сколько? 18 лет. С 1917 по 1936. Ну, 17 лет. Вот всё это время страна наша называлась социалистической. Вас это не коробило? Она что стала называться социалистической? Советский Союз стал социалистическим с какого года? С 1922 или с 1936? С 1936 года это было уже общество, в котором построен социализм. Другими словами, построен коммунизм. Но в первой фазе. С родимыми пятнами старого строя. С родимыми пятнами капитализма. Вот что построено было у нас здесь. Но можно было называть страну социалистической? Если вы хоть внимательно следите за этим. А что даёт изучение науки и логики Геля? Внимательность вообще к понятиям. Надо, если вы берёте какое-то понятие, вы должны его смысл понимать. А не просто задавать вопросы и мучаться. Почему это социализма там нет? А говорите социалистическое. Потому что социалистическая называется страна тогда уже, когда нет социализма, а власть уже диктатура пролетариата. А вот когда будет там построен коммунизм в первой фазе, тогда это будет не просто социалистическая страна. А это будет уже страна, в которой коммунизм имеется в первой фазе и социализм построен. В этом отношении у нас только одна страна социалистическая есть сейчас, в которой построен социализм. Это какая страна? Это Корейская Народная Демократическая Республика. А много у нас таких стран было раньше? Много, потому что Советский Союз был социалистической страной, в которой был построен социализм. Чехословакия была социалистической страной, в которой был построен социализм. ГДР была социалистической страной, в которой был построен социализм. А Польша не была страной, в которой был построен социализм, потому что они не коллективизировали сельское хозяйство, поэтому у них был в городе социалистический уклад, а в деревне буржуазный уклад, и они находились и болтались в переходном периоде, и болтались до того периода, пока обратно не ушли в капитализм. А может быть обратное попятное движение от первой фазы коммунизма назад, да мы специальный ролик сделали, специальный разведопрос, тут здесь был по поводу переходного периода от коммунизма к капитализму, поэтому посмотрите его, мы рассматривали вот это движение от коммунизма к капитализму назад, никто не гарантирует. Люди говорят, а где гарантии, что это удержится? Гарантия одна, классовая борьба. Если рабочий класс перестал бороться, если он сам себя убаюкал, или его идеологи убаюкали, или он решил, что можно самому ничего не читать и доверять своим вождям, то надо вспомнить, что писал Ленин и говорил, что в экономике и в политике тот, кто верит на слово в экономике и в политике, тот круглый дурак. Я очень обиделся первый раз, когда до этого дошёл, изучая Ленина, а потом дошёл до другого места, кто в экономике и в политике верит на слово тот круглый идиот. Поскольку я не захотел больше быть идиотом и дураком, я больше в политике и в экономике никогда никому не верю, надо всё проверять и перепроверять. Ну, написал такую глупость, или сказал Хрущёв, что у нас диктатура Петриата изжила себя, а классы ещё есть, а классы остаются. Они же тогда не будут полностью уничтожены без диктатуры Петриата. Это у Ленина написано в Великом Почине. И что тогда голосовать за это? Голосовали делегаты 22-го съезда. Они соображали, за что голосуют? Они голосовали против той программы, которая была. Они против той программы, которую партии, которую написал Ленин, голосовали за ту программу ревизионистскую, проект которой написал Хрущёв со своими подручными. И который по существу продолжал троцкистскую линию на разрушение этого социализма. И мы и оказались вот той страной, которая, так сказать, брошена теперь на волю этого самого буржуазного рынка, который быстро ощипал нашу экономику. И у нас теперь Россия 150 миллионов, а был Советский Союз 300 миллионов. Мы были и по численности такой же, как США. И на втором месте в мире мы стояли по некоторым позициям, по некоторым позициям на первом, скажем, по космосу. И сейчас мы, между прочим, поставляем в Соединённые Штаты Америки ракетные двигатели РД-180, от которых они отказаться не могут, иначе их ракеты Атлас не будут летать. И, скажем, вот сейчас договорились с НАСА о том, что будут станции устроить у Луны, а доставка будет обеспечена за счёт Российской Федерации. Это благодаря чему? Да, благодаря тому, что было создано при социализме. Ну, вот я думаю, что это можно вполне усвоить, что такое становление. Мы изучали категорию становления. Переходный период – это становление социализма. Значит, когда идёт становление социализма, значит, страна социалистическая? Да. А вы говорите, но тут же много очень капиталистического. Так это же становление. Значит, есть другая тенденция к ликвидации социалистического уклада и к тому, чтобы победил уклад буржуазный. Это характеристика становления. Вот, скажем, говорят, ну в Китае же много капиталистов. А у нас что, мало было инепманов, что ли, в 20-е годы? У нас можно было троих работников нанять. Законно, легально, наёмных работников. То есть, действовать чисто капиталистически. И в Китае, скажем, есть возможность развивать капиталистическое производство. Но лучше развивать капиталистическое производство, чем никакое, как у нас получается. У нас поуничтожали предприятия, но только если бы у нас хоть капиталистически что-то развивалось. У нас пришли капиталисты, которые не представляют собой самовозрастающую стоимость, а представляют собой самоубывающую стоимость. Лопаются банки один за другим. И банков у нас нет. Говорят, вот у нас тоже фашизм, потому что у нас много банков, у нас финансовый капитал. У нас не финансовый капитал. У нас нет банков, которые сращены с промышленностью, потому что что такое банки? Тоже надо знать определение. Определение банка – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства в хозяйственном обороте накапливает и направляет туда, где есть в них недостаток, в этих самых средствах. Ну, одни, скажем, что-то вот продали, у них деньги есть, но они пока не используются, потому что новых закупок не делают. А банк направляет туда, где есть в этом маленькую процентную ставку. Ну, сейчас вот процентная ставка в Соединённых Штатах Америки 1,75, а у нас 9. И говорят, мы будем его снижать. Так сколько бы вы ни снижали, это немыслимо по такой ставке получать, потому что по этой ставке не может получить ни физическое, ни юридическое лицо из Центробанка. У нас двухуровневая система, есть банки так называемые коммерческие. А в чём состоит коммерция? А в том, что они просто берут деньги у Центробанка по ставке 9%, накидывают своих 7% и по 16% предлагают. Где такие предприятия с такой нормой прибыли? Где вы такие видели в России предприятия? Еле-еле люди с конца с концами сводят при нынешних хозяйственниках. Тем более, что у нас государственный сектор громадный, а в этом государственном секторе создаётся 70% волового внутреннего продукта, а никакого плана на этот сектор нет. Это единый сектор, это единая монополия. В этой единой монополии и ФАС признала, что у нас государственный монополистический капитализм оказался. Болтали-болтали про мелкий бизнес, болтали-болтали, что надо его поддерживать. Душили-душили этот мелкий бизнес административным путём, разгоняли всяких ларёчников, чтобы они не мешали крупному бизнесу. Это же ерунда по поводу поддержки этого мелкого бизнеса. Ничего мелкий бизнес крупного не создаст. Вы что, самолёты будете в гаражах или в ларьках создавать, или ракеты, или средства обеспечения, или какую-нибудь технологию компьютерную? Ну, это смешно. Крупные акулы империалистического мира вас съедят, если вы не будете иметь крупный соответствующий капитал. Ну, вот в этом отношении надо сказать, что наше развитие показывает, что если вы не будете вести одну линию, будет развиваться другая линия. Если вы не боролись за переход социализма в полный коммунизм, значит будет линия развиваться перехода социализма обратно в капитализм. Поэтому такой глупости, которую разгашал Хрущёв, что социализм победил окончательно. Да не бывает окончательных побед. Если вы окончательно победили и окончательно разложились, вас окончательно выгонят обратно, прогонят с того места, что вы завоевали. Поэтому никаких окончательных побед не бывает. Бывают победы, бывают поражения. Потерпел поражение социализм в России, но он не потерпел в мире, потому что в мире более чем полтора миллиарда людей живут уже в странах, где совершается переход от капитализма к социализму, установлена диктатура пролетариата. Это страны социалистические, а в одной в КНР сейчас социализм. А раньше было много таких, сейчас мало. Вот им и разница. Ничего такого тут особенного нет. Короче говоря, возвращаюсь к главной идее, с которой я начал, к идее о том, в чём суть истины. Истина – это соответствие понятия объекту или объекта понятия. И должен вам сказать, что вот эта вот вторая сторона, это идея, которая, это такая мысль, которая отвечает на вопрос, что делать, она более развитая, более содержательная, более творческая, более высокая, чем просто идея отражения мира. Вот отражение мира – это тоже материалистическая идея, но это идея фейербаховская, фейербаховский созерцательный материализм. В тезисах о фейербахе Маркс пишет, что вот есть созерцательный фейербаховский материализм, а задача состоит не просто в том, чтобы отражать мир, а в том, чтобы его преобразовать. А вот вторая идея творческая, соответствие уже объекта тому понятию, тому замыслу, той идеи, которая реализуется, вот соответствие объекта тому, создаваемого объекта тому, что было замыслено, то, что было задумано, вот это истина в более высоком смысле преобразующая. У нас куда ни положишь глаз, везде природа, ну а человечина, то есть человек создал здания, сооружения, заводы, станки, картины, искусство, культура, наука, образование, спорт. У нас кругом плоды труда человеческого за много-много-много лет, и в основном как раз в те периоды, когда был строй эксплуататорский. И кое-что уже создано и за советское время, и между прочим, то, что создано в советское время, составляет основу того, что есть сейчас. И вот должен вам доложить о некотором крупном событии, которое произошло. Один товарищ, зовут его Виталий Ломов, насмотревшись развед опросов по поводу диалектики, и слыша постоянные, так сказать, стинания в отношении того, что нету науку логики уже нигде. То есть вроде хорошее дело, взялся народ изучать диалектику, народ побежал в магазин, народ скупил науку логики, которая была. А нынешние издательства, они же коммерческие, им не очень выгодно сейчас выпускать такой труд, который массовый читатель может сейчас не будет читать, а прибыль будет не скоро, поэтому они не торопятся издавать. А вот один товарищ, зовут его Виталий Ломов, решил всё-таки взять на себя труд, инициативу и издать науку логики Гегеля. И вот он мне присылает письмецо электронное, что вот Михаил Васильевич, вы там всё печалитесь, что мало науки логики, я вам сделаю, напечатаю вам тысячу штук, скажите, какая должна быть, какую напечатать. И присылает мне вопросы, а вот какой взять за образец произведения, какое издание взять, и что поставить предисловимый и так далее. Ну, я сначала решил, что это сказка или розыгрыш, или какая-то мечта у человека, потому что наше время такое, что здесь как бы это не очень верится в то, что найдутся люди, которые такие сделают подвиги. Ну, я всё-таки правильный ответ и постарался сформулировать, что, говорю, надо взять, конечно, науку логики за основу, которая была издана в собрании сочинений Гегеля в 1937-1939 году. В 1937 году вышла наука логики первый том, объективная логика, а в 1939-м второй том, субъективная логика. И поставьте, говорю, в качестве предисловия, там пустые рассуждения можно и выбросить, так сказать, в цех экономии, средств. А вот поставьте в качестве предисловия работу Ленина о значении военностающего материализма, где он говорит, если мы не станем кружком любителей гегелевской диалектики, если мы не будем изучать диалектику Гегеля, материалистически истолковывать, и применять её на примере, так сказать, истории, развития науки, техники, общества в том числе, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот некоторые товарищи запомнили, приписываемые Сталину слова, которые говорил он или нет, я точно не знаю. В сочинениях Сталина я их не нашёл, что без теории нам смерть. Но вот у Ленина точно, вот в этой работе о значении военностающего материализма, это одна из довольно поздних работ, это предисловие к одному из номеров журнала под знаменем марксизма, где Ленин пишет о том, какое значение имеет военностающий материализм, и что без него мы не сможем устоять перед натиском поповщины, перед натиском реакции, маркобесии и лжи. А вот мы и не устояли. Электрис спрашивает, а как сделать, чтобы мы устояли? Вот появится у нас снова социализм. Ну хорошо, мы вот создадим снова социализм. Ну так если вы создадите социализм, будете глазами и ушами хлопать, и не будете вести классную борьбу за перерастание социализма в полный коммунизм, если вы не примете во внимание то, что расписал однозначно и ясно Ленин в Великом Почине, что пока не уничтожены полностью классы, пока не уничтожено различия между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда, это дело очень долгое. Пока это не произошло, диктатура пролетариата необходима. То есть диктатура пролетариата не только на переходный период от капитализма к коммунизму необходимо, а и на весь период социализма, то есть на весь период первой фазы коммунизма. И это написано, разжёвано. Некоторые спрашивают люди, так какой у нас тогда социализм строя? Это бесклассовый или классовый? Бесклассовый, если это коммунизм. Потому что коммунизм это бесклассовое общество. А как тогда мы, что тогда мы уничтожаем? Ну вам же объясняли, что есть противоречия. Значит, какое противоречие, следовательно, есть в первой фазе коммунизма? Противоречие между его бесклассовой природой и неполностью ещё преодолённым делением на классы. То есть деление на классы определено в главном основном. Уничтожены эксплуататорские классы. Нет классов-антагонистов. Поэтому это уже даёт возможность нам говорить о бесклассовом обществе. Но полностью классы ещё не уничтожены. Поэтому неправильно будет сказать, что социализм – классовое общество. А как у Ленина сказано в Великом Бочении? Социализм есть уничтожение классов. Социализм и классы поставлены как противоположности. Или социализм уничтожить классы и превратиться в полный коммунизм. Либо классы начнут возвращаться назад, пойдёт процесс возвратного класса образования, появится снова эксплуататорский класс, и социализм будет уничтожен. Это всё можно понимать. Спрашивают, а в чём практическая ценность диалектики? Так если у нас люди бы разбирались в диалектике, у нас бы не было контрреволюции, не было бы реставрации капитализма, и не было бы огромных жертв, которые потерпел наш народ из-за нищеты, в которую ввергли трудящихся. И сейчас мы наблюдаем. Вот, пожалуйста, значит, три года подряд, 13, 14, 15 и 16 сокращается жизненный уровень каждого трудящихся. Как сообщила газета «Российская», исследование проведено Академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, и согласно этому исследованию реальный доход, который приходится на одного гражданина Российской Федерации, сейчас составляет 0,95% от уровня 2013 года. Дальше. А если вы возьмёте заработную плату 2016 года, так вот реальная зарплата сейчас составляет, в 2016 году составляла, 92,5% от уровня 2013 года. Потом говорят, а чё у нас экономика не идёт? Да потому что всё меньше доходы, всё меньше спрос, всё меньше спрос, ненужные предложения. Ненужные предложения останавливаются экономиками. Остановлена экономика. И вот я должен сказать, и тоже я вот считаюсь иногда с удовольствием в «Российскую газету». Там вот одна из заместителей министра труда, товарища Топилина, написала, что надо повысить зарплату. Если вы повысите зарплату, у вас будет спрос. А будет спрос, значит, начнётся предложение. Пойдёт, заработает вся экономика. А кто оппонентами является этой позиции? А оппонентами позиции кто? Да та же самая Набиулина с её Центробанком, который занимается удушением наших предприятий. Потому что у нас банков нет. У нас ростовщические конторы, и эти ростовщические конторы просто не свои деньги дают в рост, а чужие, которые они взяли в Центробанке и получают бешеные прибыли, и при этом выводят деньги за границу или прямо вывозят и уезжают туда, как делают некоторые банкиры. Сели на самолёт, улетели, и до свидания. Их не найдёшь. И некоторые товарищи, которые это наблюдают, при этом говорят, у нас финансовый капитал, никакой это не финансовый, это никакие не банки, это ростовщические конторы, это ростовщики, и никакой роли они в развитии производства не играют. Спасибо министру промышленности и торговли товарища Мантеру. Он отстоял и провёл такую линию, что создали специальные фонды, через которые под программу развития можно получить под 5% деньги. Вот это есть. А вот этот громадный денежный фонд, который в распоряжении Центробанка, он нужен для кормления наших вот этих жирных котов, так называемых коммерческих банков. Поэтому нет тут никакого финансового капитала, потому что и банков нет. Это вообще чёрт-те что. Поэтому надо взять и все эти банки превратить в один банк вместе с Центробанком. И у кого деньги никакие не потеряются, потому что вы имели там 3 рубля и будет 3 рубля, имели 3 миллиарда и будет 3 миллиарда, а те люди, которые работали в этом банке, будут работать в соответствующем отделении Государственного банка Российской Федерации. Но наша буржуазия пока даже коллективизма в рамках своего класса не имеет, поэтому она на это не идёт, не хочет. Ей хочется как-нибудь лично обогатиться. И главный принцип это, и это приоритет личных интересов, а не государственных. Поэтому столько много коррупции, столько много взяточничества, и поэтому, скажем, тот же самый Улюкаев, уже столько защитников у него. Наверное, это такие же люди, которые, как он, берёт деньги. Как это так? Говорит, ну чего там он взял? Ну это что такое? Ну что это особенно он сделал? У него дома нашли 580 миллионов драгоценностей и денежных средств. Это что, на скромную зарплату министра он это приобрёл? И ещё 1 миллион долларов на счетах. И ещё у него 24 участка там и так далее. Ну это совершенно понятно, что от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Не всё, конечно, можно, так сказать, заметить и посчитать, где и как, где какую взятку получил. А то, что это не трудовые деньги, это совершенно невооружённым глазом видно. Ну ничего там есть, у нас соответствующие инстанции, они будут потихонечку разбираться. А есть плакальщики, которые, наверное, чувствуют, что так и за них могут взяться. Говорит, стало невозможно жить в России. То есть жуликам становится всё труднее жить в России. Вдруг сейчас возьмут и поставят в тюрьму. А я, говорит, деятель культуры. Ну так среди деятелей культуры один человек всего попался. Нет, не один, ещё вот в Эрмитаже кое-кого взяли. Замминистра культуры одного взяли. То есть нельзя же любое поприще, там, культурное, спортивное, образовательное и другие превращать в поле для личного обогащения. Но это имеет место. Почему? Потому что принцип такой, принцип общества буржуазного, приоритет личных интересов. Если меня взяли на госслужбу, что я должен сделать? Набрать себе как можно больше денег, пока я сижу на этом месте. Долго я вечно не просижу. Вот так к этому относятся. Ну вот теперь я хочу показать ту книгу, которая на самом деле и создана, которую начал создавать товарищ Ломов в подмосковном издательстве, в подмосковной типографии, в городе Чехов, Чеховский печатный двор. Опубликована наука логики в двух томах, как вот и учил и просил Гегель. Объективная логика том первый и субъективная логика том второй. Ну, что тут теперь при таком издании, что касается того, как это дело истолковывать материалистически? Ну, объективная логика – это объективный мир, это категория объективного мира, а субъективная логика – это категория отражения этого объективного мира в наших головах. То есть, проблема истолкования, она как бы просится сама собой. Вот то, о чём говорил Ленин. Я просто читаю Гегеля материалистически. А всякие примечания, где он пишет про Бога, ну, оставьте их, так сказать, можете их не читать, а можете для интереса и прочитать. Вот событие, которое у нас произошло. Тысяча экземпляров. Очень красиво издано. Я передал два комплекта – библиотеку Академии наук, поскольку я тут записан как главный редактор. Не знаю, за что такая честь, но, как говорится, спасибо товарищу Ломову опять же за это. Значит, я передал в Российскую национальную библиотеку тоже два комплекта. Товарищ Кузьмин, который является руководителем Московского отделения Фонда рабочей Академии, Московского оригинального отделения, он передал тоже двухтомник в Российскую государственную библиотеку. Те сказали, ну, мы, наверное, через месяц тогда её как-то выпустим к читателям. Что касается библиотеки Академии наук, те сказали, да мы это вывесим, вернее, выдадим на высылку новых поступлений через неделю. А в Российской национальной библиотеке мне сказали, что через три недели она уже будет доступна. В библиотеку Санкт-Петербургского государства университета я тоже имени Горького. Я тоже один комплект сдал, и там она тоже доступна. И эта книга будет доступна всем слушателям Красного университета, которые могут направлять на имя проректора Красного университета товарища Мордовина Валерия Александровича заявки, присылки им наложенным платежом. И, так сказать, потихонечку мы эту задачу будем решать. То есть те, кто систематически и организованно изучают с помощью Фонда Рабочей Академии и с помощью Красного университета Фонда Рабочей Академии науку лойки Гегеля, диалектику и материалистическую истолковку для этого важного дела. Значит, вот нам такую помощь оказали, и надо сказать, что это пример того, что были, есть и будут всегда такие русские люди, которые в общее благо ставят каких-то выше каких-то личных интересов. Хочу от всех тех, кто интересуется диалектикой, кто понимает важность её изучения, хочу от лица всех этих товарищей и от Фонда Рабочей Академии, президентом которого я являюсь, поблагодарить Виталия Ломова и его, и партнёра Ники за вот такую огромную работу и художественно выполненную работу по изданию науку лойки Гегеля. Это крупное событие в нашей духовной жизни. Значит, я на многие, так сказать, такие вопросы, очень такие крупные, можно считать, ответил. Ну, может быть, ещё остановиться надо на этом вопросе о фашизме. Значит, фашизм, согласно определению Димитрова, действительно научному определению, действительно глубокому, это открытая террористическая диктатура. Что такое открытая, понятно, это то есть такая, которая игнорирует, ликвидирует выборы, голосования. Вот у нас фашизм был в России при Ельцине, когда стреляли по Белому дому, когда из танков били по верховному, высшему органу, законодательному органу развития страны. Это фашизм, да. Как только Ельцину разъяснили, что не надо больше стрелять, открывайте снова газеты. Вот газета, где главный редактор, был главным редактором Виктором Георгиевичем Долгов. Народная правда была приостановлена в это время на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в городе Москва тоже. Сказали, пожалуйста, печатайте снова, сколько угодно, нет, пожалуйста, выступайте, что хотите делайте. У нас очень всё свободно, у нас буржуазная демократия, демократия у нас. Это не значит, что всё дозволено и всё что угодно, что можно совершать, какие угодно действия. Это значит, что в рамках буржуазной демократии, пожалуйста, выступайте, агитируйте. У нас нет даже государством установленной идеологии. Может, марксизм-леденизм будет скоро господствующей идеологией. Или вот опросы делали. Один опрос делал Левада-центр. Левада-центр – это что за орган? Это орган, который даже считается у нас официально иностранным агентом. Ну, такой добропорядочный, в том смысле, что он объективно и замеряет, и измеряет общественное мнение. Он и замерил, что общественное мнение ставит на первое место Ленина и Сталина. Несмотря на то, что уже сколько лет у нас капитализм. Ну, а решили молодёжь опрашивать в интернете. Ну, а в интернете, прежде всего, и молодёжь и сидит. Оказалось, что сейчас 100-летие революции. За какую бы партию сейчас проголосовали, если бы сейчас попали бы опять в 17-й год? За большевиков. Ну, и, так сказать, это факт жизни. И Ленина уважает. Я вот слышал эхо, эхо точно не коммунистическая радиостанция. Говорят там, ну, вот это как Ленин, который привидел на века. Значит, Ленин устоял, несмотря на все эти ветры. Тем более, что, ну, вот если бы наши товарищи с Украиной, так сказать, поосновательнее бы этот вопрос поизучали, они бы, наверное, знали, что если бы не Ленин, Украина не получила бы большую территорию своей, не стала бы самостоятельной страной. Прежде чем она вошла в Советский Союз, она в Советский Союз вошла только прежде, чем она вошла, она была страной достаточно крупной. Что произошло? Ну, вот произошло присоединение, собственно, всей Новороссии. Ну, и кто же тогда Ленин? Он Ленин, он как бы мать этой Украины, самостоятельной. Ну, так и надо одеть вышеланку в статую Ленина и приходить и молиться на него, если вы там самостоятельно сделали. Ну, а вы берёте и, так сказать, поэтому его подвергайте поруганию. То это люди безграмотные, тёмные там. Вот в этом смысле жалко, что там проходимцы политические пришли к власти с одной стороны, причём с помощью, при поддержке иностранных государств в порядке переворота. И был там какое-то время фашизм. Но теперь там наладили уже у нас, там работают демократические институты, там уже выборы, там уже голосование, там уже всё, так сказать, нет такой теоретической диктатуры. А раз так, то там теперь уже не фашизм, а там теперь уже всё, просто диктатура буржуазии. Какой? Ну, той буржуазии, которая является буржуазией компрадорской. Компрадорская буржуазия – это какая? Которая главный доход имеет от разрушения собственного хозяйства. Компрадорская буржуазия, она проамериканская буржуазия, она была прорусской, пророссийской, её представлял Янукович. А теперь там проамериканская. И поэтому, так сказать, главная цель вообще этого украинского государства на сегодняшний день – это ослаблять Россию и, так сказать, по возможности мешать её развитию. Некоторые товарищи спрашивают, а вот, может быть, всё-таки, как вы относитесь к попытке Труфанова переосмыслить наследие Гегеля? Ну, так и отношусь, не тратьте время на, так сказать, чтение пустых, никчёмных книг. Этот Труфанов ничего не сделал в науке, а, так сказать, вместо того, пытался подсунуть свою книгу вместо вот этого великого гениального труда. Вот, товарищ спрашивает, вот вы говорили, что высшую форму движения, материю общественную, что данная форма включает в себя биологическую, химическую, физическую и механическую формы движения материи. У меня вопрос, возможно ли возникновение такой общественной формы, движения материи, которая не включала бы в себя. Ну, вот, если вставить люди, а возможно, а возможно всё. То есть, а марксизм стоит не на почве возможного, а на почве действительного. В этом плане хочу указать на принципиальные различия двух, так сказать, концепций. Вот марксизм и гегелевская философия, понятие истины у Гегеля в объективном идеализме и у марксизма, диалектического и исторического материализма и понятие научности у Поппера. Вот Карл Поппера, некоторые спрашивают, а вот как вы относитесь к писаниям Карла Поппера? Ну, Карл Поппер, он не дошёл до того, что сделал Гегеля, он не освоил Гегеля. Соответственно, он пятится назад, он пытается, так сказать, построить что-то без диалектики, без вот этих великих достижений. И он, значит, придумал принцип такой научности, что научная является такая теория, которую можно опровергнуть. Ну, можно. Не то, что её опровергли, и не то, что она неправильная или правильная, а вот можно её опровергнуть в какой-то ситуации, при каких-то объективно возможных обстоятельствах. Ну, с этой точки зрения, скажем, марксизм подпадает под это дело, конечно, если марксизм главным критерием истинности соответствия понятия объекта выставлять практику, ну, понятно, что если практика покажет нам, что вот что-то не зарабатывает, что-то не получается соответствия, и что этот принцип не годится, вдруг такое, а вдруг такое будет. Ну, вот пока этого не будет, и до того времени, пока это не будет, точно так же, как вот не было ещё, чтобы логика, которую создал Аристотель, формальная, вдруг перестала выйти, а возможно, чтобы она перестала? Ну, возможно. То есть, вообще, вот рассуждение о том, что возможно, это пустые, никчёмные, дилетантские рассуждения. И здесь. А возможно, что вдруг появятся какие-то факты, которые провернут марксизм? Да, возможно. Вот представьте себе, я даже вам пример могу привести, представьте себе то расстояние, которое достигается всеми средствами слежения и изучения Вселенной. И вот максимальное расстояние, на которое наши телескопы и радиотелескопы могут достичь. Умножьте его на два. И там сидит чёрт. Вы можете опровергнуть меня? Я на два умножил специально. Вы, может, через 200 лет только дойдёте до такого уровня, чтобы добраться до того расстояния, где сидит чёрт. А потом вы доберётесь и выяснится, что чёрта уже нет. Ну и меня уже нет. А пока я могу рассуждать, что этот чёрт занимается тем-то, делает то-то и всё придумывать. И вот что придумал Поппер. Давайте, говорит, научными будем называть те произведения, те какие-то концепции, которые, в принципе, можно опровергнуть. Во-первых, можно опровергнуть какие-то концепции истины. И можно, если вдруг что-то такое появится в порядке возможностей. А во-вторых, естественно, можно опровергнуть ложные. И поэтому оказалось, что у Поппера в число научных концепций попали и ложные. То есть, вот итог этого действия. Значит, есть наряду с правильными истинными научными теориями ещё и ложные. Хотя, согласно Гегелю, наука – это система знаний. То есть, знания – это истинные понятия, которые соответствуют объекту. Поэтому, согласно Гегелю, согласно Марксу, согласно Энгельсу, согласно Энгелю, согласно марксизму и согласно немецкой классической философии, которая является идеалистической, нельзя считать истинными то, что не является... научными нельзя считать то, что не является системой знаний. А система знаний – это не то, что подобрали по алфавиту совокупность знаний. Нет, это выведение из одной категории следующих, когда начало, есть неразвитый результат, а результат – есть развернутый начало. А что сделал Поппер? Он как бы открыл дверь для всякого рода различных концепций, которые ничего собой не представляют, которые являются ложными, и эти ложные идут наравне с истинными. Вот смотрите, у меня вот этот двухтомник – это истинный, да, а вот тут у меня ещё есть, а вот тут ещё есть, и тоже тут некоторая система. А какая система? Номера поставлены внизу, я вот их номера, парадомерам расставил, и что получается? Получается, что система эта не есть научная система, потому что она не представляет собой системы знаний. Здесь нет никакого выведения, здесь нет соотношения простого и сложного, здесь нет выведения из более простых, более сложных категорий, здесь нет снятия, здесь нет перехода, нет от простого к сложному и так далее. Вот некоторые спрашивают, вот вы пишете там про коммунизм, а коммунизм, что будет за коммунизмом? Ну, почему вы думаете, что надо зачем-то, обязательно что-то будет за? Что такое коммунизм? Это строй, который основан на общественной собственности. Был первобытный коммунизм, это конечный коммунизм, потому что как только появилась возможность в связи с развитием производительных сил делать то, что достаточно для покормления двух человек, появилась возможность деления на классы, рабовладения. Потом три, так сказать, формации, это можно считать как одна формация, это отрицание коммунизма, это рабовладение, федерализм, капитализм. А затем развился общественный характер, производство уже раз навсегда, производство носит общественный характер. Это бесконечно, это не конечное, это бесконечно, всегда будет общественный характер. Никто не может сказать, что это он сделал, потому что всё, что вы берёте, всё является плодом труда, миллионов людей в самых разных странах, в самых разных концах страны и в самых разных концах мира. Куда сейчас вот не пойдите, всё китайское, всё китайское. А во всём китайском есть то, что не китайское. и так далее. Во всё, во что мы одеты, что мы держим в руках и так далее. Общественный характер производства, приведение общественного характера в соответствии с общественным характером производства общественных отношений тоже называется коммунизм. Это второе отрицание. Отрицание – отрицание. Коммунизм как отрицание частнособственноческих формаций, как отрицание капитализма – это не конечный коммунизм, а бесконечный. А бесконечный коммунизм, Он кончается, но как может кончаться бесконечность? Никак не может кончиться бесконечность. А в чём тут бесконечность? А бесконечное отрицание частной собственности. Вы что, думаете, не может быть попыток при коммунизме полном создавать что-нибудь частное? Может быть, оно отрицается, но без государства. Не нужно государству, потому что не нужно насилие для того, чтобы делать отрицание в рамках того общества, в котором нет серьёзных расхождений в экономических интересах. Как раз у нас общая собственность и нет деления на классы, значит, есть общие интересы. Спрашивают, а какое государство будет? Да никакого не будет государства. А что же тогда будет? А будет коммунистическое общественное самоуправление. А что это такое? Ну, вот Энгельс однажды сказал, что там будут люди жить. Не поглупей нас с вами, они разберутся. Некоторые товарищи хотят, чтобы в подробностях было разъяснено. Вот это любили делать социалисты и утописты. Сен-Симон, Курье ООН. Это было великое дело тогда. Они так разрисовали красиво, что коммунизм или как утопия, или социализм как утопия стал привлекательным для людей. Но это всё прошло. Уже давно имеется научный социализм. А можно сказать научный коммунизм? Ну, говорите научный коммунизм. Мне нравится научный коммунизм. Говорите научный социализм. Поскольку мы до полного коммунизма ещё не дошли, сейчас пока это всё равно. Но когда мы дойдём уже до полного коммунизма, я думаю, что тогда наука сделает какие-то новые шаги. Но поскольку коммунизм второй, который приходит, который обогащён всеми достижениями человечества за всё время существования частно-собственных формаций, и этот коммунизм навечно, а вдруг это кто-нибудь когда-нибудь опровергнет, да, а вдруг там придут черти, и черти нас всех съедят. То есть, вот такого рода глубокомысленные рассуждения я оставляю в стороне, хотя некоторые думают, что вот когда они придумывают какую-нибудь чушь, это философствование. Но надо сказать, что судя по тому, что написали в своих комментариях наши товарищи, какие вопросы они поставили, это не столько вопросы, сколько размышлений вслух. Видно, что наш народ в лице своей лучшей части задумался о будущем, и задумался о будущем не так, чтобы подумать и всё, а задумался о том, что надо, чтобы это обдумывание превращалось бы в действие. И чтобы это действие шло бы к тому, чтобы у нас было возвращено народу то, что у него отнято, потому что народ достоин того, чтобы жить в том обществе, где он господин. Спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...